МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала АЛЛАУ Новости. В студии Айдос Оспанов. И смотрите сегодня в выпуске. Карантин ужесточают. По периметру Костаная установят блокпосты. Ограничат выход на улицу жителей после 9 вечера. Сократят рабочий режим магазинов. В Казахстане в несколько раз выросла заболеваемость коронавирусом. Между тем, Костанайская область возглавила список по росту нарушений карантинных мер. Подробнее об этом расскажет Камила Салтымбаева. Новая благоустроенная зона отдыха появится в одном из жилых микрорайонов Костаная. Она расположится возле озера Тарелочка. Татьяна Калюжина с подробностями. В Костанайской области ужесточаются карантинные ограничения сроком на две недели. Такое решение сегодня принял региональный оперативный штаб. Ограничения начинают действовать с понедельника, 9 ноября. В Костанаю вводится карантин и по периметру устанавливаются блокпосты. Запрещен въезд на территорию Костанайской области грузового автотранспорта и пассажиров без справок ПЦР. При их отсутствии лица отправляются на двухдневное обследование в карантинный госпиталь. Наличие справок об отсутствии коронавируса обязательно и для авиапассажиров. Кроме того, на вокзалы и аэропорты не будут допускаться встречающие и провожающие. Решением оперштаба также ограничивается передвижение жителей по территории населенных пунктов Костанайской области с 9 вечера до 6 утра. Общественный транспорт в Костанай будет ходить только в будние дни с 6 утра до 8 вечера. Закрываются религиозные объекты, театры, библиотеки и музеи. Продовольственные магазины будут работать с 8 утра до 9 вечера. А в торговых домах, торговых центрах и непродовольственных магазинах режим работы ограничат с 10 до 20.00. Более подробную информацию по поводу вводимых ограничений нам обещали предоставить в ближайшее время. В Казахстане заболеваемость коронавирусом выросла в 2,5 раза. Есть и повторные случаи заражения COVID-19. А среди школьников уже более 500 случаев заболевших. Поэтому по всей стране ужесточаются карантинные меры. Но некоторые регионы продолжают нарушать требования. По информации столичных экспертов, Костанайская область возглавила список по росту нарушений. Тему продолжат мои коллеги. За последнюю неделю в Казахстане увеличилась заболеваемость коронавирусом в 2,6 раза. Об этом сообщили на столичном брифинге Министерства здравоохранения. На сегодня в стране зарегистрировано более 114 тысяч случаев коронавируса. Рост отмечается во всех регионах страны. Поэтому по всей республике идет ужесточение карантинных мер. От региона к региону эта ситуация различная. Поэтому мы подходим к этому дифференцированно. И, соответственно, на данный момент времени меры по усилению карантинных мер принимаются локально в каждом регионе. В целом во всех очагах выявлено более 3 тысяч контактных. Среди контактных выявлено 50 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 21 случай среди детей, обучающихся в дежурных классах. В целом среди школьников зарегистрировано 519 случаев заболевания. При этом 186 детей обучались в дежурных классах. А у детей от 3 до 9 лет после заболевания коронавирусом через несколько недель специалисты обнаруживали мультисистемный воспалительный синдром или каваски-подобный синдром. Среди которых 40 детей с благополучным исходом были выписаны домой. К сожалению, два ребенка умерли в связи с тяжелым течением заболевания на фоне тяжелых хронических сопутствующих заболеваний. На сегодня наши специалисты имеют уже достаточный опыт ведения детей с кавасаки-подобным синдромом, который уже не регистрируется в нашей стране в течение последних двух месяцев. Тем не менее, специалисты указывают, что возможен подъем после очередной волны COVID-19. Возможны и повторные случаи заболевания. Сейчас официально подтвержден первый такой случай в Карагандинской области. Пациент переболел коронавирусом в июне, а потом в октябре. Высокий риск заболеть есть во время дальних поездок. Поэтому эксперты призывают казахстанцев отказаться от поездок за рубеж. 6 октября госграницу пересекли около 149 тысяч граждан НРК и иностранцев. Из них у 278 выявлен положительный результат. Наибольшее количество выявленных завозных случаев отмечается в Североказахстанской, Кустанайской, Павлодарской, Западноказахстанской областях. При этом 45% привезенных случаев пришлись на последнюю неделю. На международных рейсах во время тестирования выявлен 41 положительный результат. Большая часть из Египта, Турции и Белоруссии. Айжан Есмагамбетова также обратила внимание на то, что в двух областях карантины и требования стали нарушать чаще – восточно-казахстанской и Кустанайской. У нас за неделю число нарушений среди всех проверенных объектов выросло с 8 до 28%. Камила Солкомбаева, РТН К другим темам. Кустанайские бизнесмены уже в декабре смогут получить специальные гранты на развитие своего дела. Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития в онлайн-режиме с 8 ноября начнет принимать заявки от потенциальных участников. Претендовать на деньги от 2 до 5 миллионов тенге смогут все, у кого готов бизнес-проект и нет долгов по налогам. Подробнее в следующем сюжете. В рамках госпрограммы «Дорожная карта бизнеса» уже не один год бизнесменам, в том числе начинающим и молодым предпринимателям, на безвозмездной основе выдаются денежные гранты. Их сумма от 2 миллионов до 5 миллионов тенге. В этом году первый транш в размере 60 миллионов тенге уже был освоен. Деньги смогли получить на 14 проектов, половина из которых выдано молодым предпринимателям. Среди них производство специй, пищевых добавок, изготовление металлических профилей и художественная ковка изделий из металла. Оказание услуг, землеустройство, обучение и развитие творческих способностей детей. Увидели большую заинтересованность среди населения данной меры господдержки. И вот по нашей инициативе областной бюджетной комиссии нам дополнительно было выделено еще 100 миллионов тенге на поддержку именно в условиях пандемии тех предпринимателей, которые хотят реализовать свои идеи. Кустанайские бизнесмены могут подать заявку на получение грантов с 9 по 18 ноября через портал электронного правительства и посредством платформы Кугал Ки-Зет. На обоих платформах нужно найти разделы «Бизнес», затем «Дорожная карта бизнеса 2025». Не стоит забывать, что на сайтах нужно будет зарегистрироваться, а для этого вам понадобится электронная цифровая подпись. Благодаря этой системе получается пакет документов практически упрощен. Все те, так скажем, вопросы касательно бизнес-плана предприниматели отвечают на этом сайте, то есть заполняют соответствующие графы. Единственное, ему необходимо будет предоставить справку с банка обязательно о наличии софинансирования, так скажем, 10% на его счете. Кстати говоря, данное требование не относится к социально уязвимым слоям населения, которые будут у нас подавать. То есть им эту справку, в принципе, нет необходимости подавать. А также, получается, сам бизнес-план они прикрепляют, и сведения об отсутствии налоговой задолженности. Подвести итоги, по словам чиновников, должны уже к концу ноября, а в начале декабря деньги начнут получать победители проектов. В целом, за 8 лет на грантовое финансирование в области выделено 337 миллионов тенге, за счет которых выдано 136 грантов. Убийство совершено в Костанайской области. Некоторые обстоятельства совершения преступления нам сообщили в департаменте полиции региона. Подробнее об этом, а также о пожаре в многоэтажке Костаная и изъятии нескольких тонн незаконно перевозимой алкогольной продукции в нашей рубрике «Коротко». Убийство совершено в Узункурском районе Костанайской области. Как сообщили в департаменте полиции региона, по факту начато судебное расследование. Как сообщили в ответ на наш запрос в спецслужбе и полицейское ведомство, 28 октября в поселке Кировский Узункурского района в здании столовой одного из предприятий было найдено тело 23-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти в виде закрытой черепно-мозговой травмы и колот арестных ран. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По подозрению в совершении данного преступления задержан 34-летний ранее судимый односельчанин убитого. В настоящее время он находится под арестом. Для выяснения всех обстоятельств совершения преступления проводятся все необходимые следственные действия. Пожар произошел в малосемейном общежитии Костаная. Днем 4 ноября на пульт дежурного диспетчера поступило сообщение о возгорании на улице Урисково в доме номер 13. К месту вызова незамедлительно были направлены пожарные расчеты. По прибытию было установлено, что в квартире на четвертом этаже жилого многоэтажного дома горят мебель и вещи. Площадь пожара составила 33 квадратных метра. В его тушении были задействованы 31 человек личного состава и 6 единиц техники регионального ДЧС. Дым распространялся по подъезду, охватив все этажи. Пожарные спасли семерых человек и вывели на улицу еще 36 жильцов, в том числе 14 детей. Жертв удалось избежать. Пожар ликвидировали через 40 минут. Причины и ущерб от возгорания устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории. Факт незаконной транспортировки и реализации алкогольной продукции сомнительного происхождения выявлен сотрудниками Департамента экономических расследований по Кустанайской области в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий. Следствием установлено, что житель Кустаная достоверно, зная, что необходимо иметь лицензию на деятельность в сфере производства и оборота алкоголя, незаконно приобрел его для осуществления незаконной предпринимательской деятельности. Он был задержан возле одной из автозаправочных станций. В микроавтобусе «Мерседес» им перевозились 2770 литров водки в 554-литровых бутылках и 200 литров спирта в 20 канистрах. Все это он ранее незаконно приобрел в табыле. Мужчина на судебном заседании вину признал, обвинение и собранные по делу доказательства не оспаривал. Приговором Кустанайского суда он признал виновным в совершении незаконного предпринимательства и ему назначен штраф в размере тысячи месячных расчетных показателей, а это 2 миллиона 778 тысяч тенге. Обнаруженная и изъятая в ходе осмотра места происшествия алкогольная продукция будет передана в государственные медицинские учреждения. Продолжаем выпуск. В микрорайоне аэропорт завершают строительство новой зоны отдыха, которая расположилась вокруг искусственного озера Тарелочка. Теперь здесь расположатся беговые и пешеходные дорожки, детские зоны, пирс и смотровые площадки. На все это из бюджета было выделено больше полумиллиарда тенге, а в конце ноября объект сдадут в эксплуатацию. Как идет завершающий этап строительных работ, увидела Татьяна Калюжная. В микрорайоне аэропорт всю весну и лето шли строительно-монтажные работы по возведению здесь новой зоны отдыха для горожан. Причем облагородить акимат города решил территорию вокруг озера Тарелочка. На это из бюджета было выделено больше полумиллиарда тенге. На 2016-2017 году мы проводили на данном участке работы по отведению сточных вод, ливневых и дождевых вод при паводках. На сегодняшний день проектом предусмотрен шлюз, который будет при весенних паводках заполнять данное озеро. Будет искусственный водоем. До 2015 года микрорайон подтапливал, были моменты, то в этом году завершен два объекта за это время, которым предусмотрено отведение дождевых талых вод. Общая площадь работ почти 9 гектаров, но из них 4 относятся к самому озеру, берега которого очистили от камышей и серьезно укрепили. Теперь, говорят специалисты, они не будут осыпаться, эстетически будут радовать глаз. К тому же такая техника укрепления в городе используется впервые. Береговая зона у нас в укреплении идет габионами. Это габионы, то есть металлические каркасы, заполняющиеся бутовым камнем. Также предусмотрены проектом три смотровые площадки. Вокруг самой береговой зоны у нас будут какие-то развлекательные, как зоны отдыха, такого порядка. Также будет пирс и смотровые площадки, пешеходная дорожка у нас. Как отмечают представители Акимата областного центра, все работы на объекте приближаются к завершению. Осталось доложить тротуарную плитку, посадить деревья. А о зелении также входит проект и подключить освещение. Уже в конце ноября продолжают чиновники, проект сдадут в эксплуатацию. Говорят, успеют в сроки. Тем более, что погода пока на стороне строителей. Дерах Мечин и Татьяна Калюжная, РТН. У Костанайских мотоспортсменов появилась новая тренировочная трасса. В этом году им выделили землю. Несколько месяцев они ее обустраивали, создавали искусственные препятствия и неровности. И вот теперь приступили к тренировкам на новом месте. А в будущем планируют даже проведение международных соревнований. Камила Салкамбаева расскажет подробнее. Кустанайский клуб по мотокросу существует с 1993 года. С каждым годом популярность столь красочного, но и экстремального вида спорта только растет. Но были в клубе и периоды сложностей. Некоторое время у спортсменов не было места для тренировок. И они тренировались на неподходящей для этого территории. Пять лет занимались на территории лыжной базы. Были большие трудности. Почему? Потому что не было трасс, не было земли, не было. Поэтому тренировки и даже не было проведения соревнований в Кустанайе. У нас когда не было трассы, не было этот, ребята немножко поникли, немножко этот. У нас было семь или восемь человек. Но сейчас количество спортсменов увеличилось. Да и повод для радости появился. В этом году клубу выделили участок земли вблизи лыжной базы. Несколько месяцев тренеры-спортсмены самостоятельно приводили эту землю в подходящий не только для тренировок, но и для соревнований вид. Теперь она выглядит вот так. Есть определенные критерии трассы, те, которые должны выдержаться, это параметры трассы, ширина, длина трамплинов, ширина трамплинов, сложности трассы, элементы. Трасса состоит, допустим, со всех элементов. Эти элементы надо их делать и нельзя отклоняться от того, что как мне охота. Я делаю по стандарту. Эти стандарты в будущем позволят проводить соревнования разного уровня, от областных до международных. Этого события ждут все участники клуба, а их немало – 30 человек. Удивляет и их возраст самому маленькому мотоспортсмену 6 лет, а самому взрослому 63 года. Но, возможно, это не предел, ведь весной будет очередной набор желающих. Правда, набирать будут немного человек. Занятия, кстати, проводятся бесплатно несколько раз в неделю. На данный момент у нас больше 20 мотоциклов. На самом деле не хватает техники. Если техника появится у нас, мы надеемся, что она появится, то, соответственно, мы будем проводить и наборы и осенью, и зимой, подготовить их к весне. В планах на следующий год у Романа Саркисова оградить территорию мототрассы забором, установить трибуну для зрителей так, чтобы они могли видеть и само соревнование, и подготовку спортсмена, сделать проезд для машин и вот здесь оборудовать стоянку. Алексей Кудрявцев, Камила Солкомбаева, РТН Такими были события дня. Хороших всем нам новостей. До свидания.